Добрый день! С вами Дови Наташа, художник компании Таир. Сегодня я расскажу о том, как искусственно состарить картину с помощью трещин в лаке. Первым делом для создания каркелюра необходимо закрыть картину шелачным лаком. Однако первый слой просто впитается в холстину. Для экономии в первой лакировке можно использовать, например, акриловый лак. Я наносила 4 слоя шелачного лака с промежуточной просушкой. Шелачный лак тонирует поверхность и дает дополнительный эффект состаривания. После того, как шелачный лак высохнет, наношу один слой каркелюрного лака. Чем толще слой каркелюрного лака, тем шире и крупнее будут получаться трещины. Для мелкой сетки трещин лак, наоборот, наносится тонким слоем. Я нанесла довольно толстый слой лака и оставила его сушиться на ночь. Скорость появления трещин напрямую зависит от температуры и влажности воздуха в помещении, где вы работаете. Если каркелюра не трещит, вам поможет нагревание работы теплым воздухом из фена. Например, в моей работе трещины за ночь проявились довольно слабые, но прогревание феном значительно улучшило ситуацию. Для проявления трещин в них затираются масляные краски или цветной сухой пигмент, смешанный с капелькой масла. Я выбрала масляные краски двух коричневых оттенков. Стираю краски в трещины, используя мягкую ткань. Если у вас работа выполнена изначально в темных тонах, то более эффектно может смотреться светлая затирка. Важно вставлять краску только в трещины, стирая излишки с самой работы. После того, как я заполню трещины маслом, я решила чуть-чуть добавить в трещины имеющийся у меня сухой золотой пигмент. Знаю, что многие используют сухие тени для век или сухой пастель. В завершении работы покрываю картину несколькими слоями шелачного лака. Такой эффект состаривания можно применить на любой готовой картине, по ноле до купажа или даже печать на холсте. Творите с удовольствием и до новых встреч! Продолжение следует...